Сегодня из Иктывкара по муниципалитетам разъехались 37 абсолютно новых школьных автобусов. Уже 1 сентября они впервые выйдут на маршруты и заменят в некоторых случаях 10-летние устаревшие модели. Представлял Пазики прямо за рулем лично исполняющий обязанности главы республики. Дабы не было кривотолков, в эксклюзивном разговоре с нашей съемочной группой он сразу пояснил, что обладает правами на абсолютно все виды транспорта, поэтому может оценить их даже как водитель. Новый хороший автобус, комфортабельный, со всеми системами безопасности. ГЛОНАСС, системой дополнительной безопасности не может тронуться, например, при открытой двери. При открытой двери и если подножка, то если ребенок стоит на подножке, то же самое он не тронется, то есть блокировка движения вперед, пока дети на подножке и не закрыта дверь. Еще дополнение – это новые четырехточечные ремни безопасности у детей. Вот у меня обычный ремень у водителя, а у детишек четырехточечный. То есть на прошлых автобусах не было, были обычные ремни. Владимир Руйба пояснил, что благодаря инициативности наших жителей республика стала автором идеи собрать в России принципиально новую комплектацию автобуса для уже дошкольников. Сейчас Минпромторг России разрабатывает новые требования и проводит сертификацию проекта. Причем потребность такая есть не только у КОМИ. Оказалось, что всем нужны, но никто не сдавался целью такой, что вообще дошколят можно возить или нет, вот в автобусы хотят. Оказалось, что нельзя, поэтому сейчас разрабатываем, по сути, новый тип автобуса. Там, где есть необходимость перевезти детей, допустим, дошкольного возраста, в театр, в цирк, на какое-то представление. То есть просто из детского сада перевезти, допустим, в районный или там республиканский центр для какого-то праздника. То есть нужен уже специальный автобус именно для дошколят. Уже во время церемонии передачи, которую провели на площадке Сыктывкарского ЭТП, заявлено, что с этой партией техники регион практически стопроцентно решил вопрос с безопасностью на школьных автобусах. До конца года ожидается поставка еще 12. В Помоздинской школе это уже 4 пасса. Руководители учреждения рады, что теперь поездки на дальние расстояния станут более комфортными. Сейчас у нас три автобуса на 10 направлениях. В Помоздинскую школу каждое утро у нас приезжает более 100 учащихся. Конечно, такая прибавка нам очень облегчит ситуацию. И наши дети смогут вовремя попадать на уроки. Мы очень-очень рады. Задача номер один, как сказал исполняющий обязанности главы, теперь безопасные и качественные дороги. Это следующий этап большой работы, который на селе, конечно, ждут. Дороги у нас не очень хорошие. Ну, зимой-то более-менее, конечно. А осенью, весной у нас, конечно, там нету дорог. Ямы одни, кочки. Поэтому у нас часто ломаются. Сотрудники ГИБДД сегодня тоже примеряли новую технику. 10 авто марки «Шкода» руководитель регионального МВД передал также в районные подразделения. Очевидно, к технике Андрей Сицкий тоже далеко не равнодушен. Тут, пользуясь возможностью, и проинструктировал своих подчиненных по обслуживанию и задал практически экзаменационные вопросы. Кто вообще должен его открывать капот? А еще продемонстрировал редкое чувство юмора, поддержав таким образом праздничный тон момента. Два метра есть? Почти. 96. Так, надо дорастать. Министр пожелал подчиненным успехов в несении службы и выразил уверенность, цитата, что Дорожно-патрульная служба Республики Коми находится на высочайшем уровне борьбы с преступностью. Встречайте теперь эту технику на улицах Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Прилосского, Сыктывдинского и Сысовского районов.